В субботу муравленковцы отметили День оленевода, а сами виновники торжества этому событию посвятили большой турнир по национальным видам спорта. У какой семьи самые быстрые олени ханты выясняли на льду Паркового озера. За соревнованиями наблюдал Евгений Дегтяренко. В нынешнем году Сугмутопикутинская община отмечает 20-летний юбилей. На Ямале это самая старшая община. Однако сегодня ее правильнее называть общество. Акционерное. Таковым оно стало в 2005 году. Уже многие годы руководит национальным предприятием Александр Бозылев. Отмечает основной промысел сейчас вовсе не оленеводство, а рыбная ловля. Люди работают и мы выполняем план. А план-то кто сбрасывает сверху, если план получается? План у нас есть АПК Пуровского района, где нам и округ, и все у нас план. В том году было 130 тонн. Мы его выполнили, перевыполнили на 4 тонны. На будущий год нам дали 160 тонн. Мы будем осваивать новые участки в Надымском районе. Олени, однако, у ханты никуда не исчезли. Их по-прежнему выращивают, но только не для акционерного общества. Сегодня, по словам Александра Бозылева, животноводство дело затратное. Чтобы соблюсти все законные требования, необходимо строить забойные пункты. У каждого рыболова, у рыбака прибрежного лова, есть частное поголовье. Частное поголовье – это самое большое в Пуровском районе из всех акционерных обществ. Это у Сугмутско-Пикутинской общины, акционерного общества. Около 5000 голов. Представитель самой большой семьи в общине Сергей Мултанов в этот раз на праздник пришел не как участник, а как зритель. Поболеть за родственников. У него 10 братьев и сестер. Все уже взрослые и обзавелись своими семьями. Но олени по-прежнему выращивают вместе. У Мултановых их 250. Так что метать тензян или прыгать через нарты – у ханты в крови. У нас как с детства этим уже занимаются уже. У кого олени есть, те уже с детства этим занимаются уже, кидают уже. Уже практически ему и прокативаться не надо, и учиться не надо. Они и так уже умеют уже. Результаты соревнований превосходства Мултановых полностью подтверждают. Иван выиграл мужские заезды в гонках на олених-упряжках, а Галина победила в женском разряде соревнований. Виталию удалось больше остальных перепрыгнуть через нарты. Дмитрий стал сильнейшим в состязании по перетягиванию палки. Лишь в метании тензян на хоре перенствовал представитель другой фамилии. Самым точным метателем оказался Николай Покачев. Впрочем, гостей праздника тонкости семейные конкуренции вряд ли сильно беспокоили. Как считаете, хорошо, что есть такой праздник, день или не вода? Ну да, я сам тоже охотник и рывак. Мне нравится, конечно, на лыжах и на буранах. Все это прекрасно. Главное, что их много очень приехало. Это слава Богу. Сколько оленей задействовали в праздники, организаторы не подсчитывали. Но число участников соревнований по национальным видам спорта известно точно. 63 человека. Евгений Дегтяренко, Вадим Братчик. Новости нашего города.